Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Крылатая фраза уже стала девизом жительницы Сенегорска Галины Ткаленко. Вооружившись лопатой, тяпкая женщина сама прокапывает траншею для воды. Однако ручным трудом одну жительнице спасти три подъезда 43-го дома по улице Коммунистической не удалось. Администрация города Южно-Сахалинска подписала договор с компанией Силмаш, которая должна чистить ливневки. Вы видите чистка ливневок? Я уже третий год поднимаю вопрос о том, что они не чисты. Получают деньги, но не чисты. Вы посмотрите, пожалуйста, какой потоп идет. Никому не надо. Дворников нет. Им это не нужно. Ниагарский водопад. Ниагарский водопад, по которому идут люди. В этом доме находятся продуктовые и хозяйственные магазины. Их потоп тоже не обошел стороной. Воды выше щиколотки. Товар с нижних полок поплыл по течению. Полные подвалы, полные люки. Все полное. Считают, что с подвала вся вода, все сюда, все нечистоты и все остальное. Все у нас в магазине. Унитаз полный. Я считаю, что если это живой сектор, то здесь должен быть человек, который должен все ответственность за тех, кто здесь живет. Борьба со стихией для жителей Сенегорска началась рано утром и закончилась после ливня. Вода ушла. Но на этом проблема не решилась. Ниагарский водопад жители Сенегорска наблюдают во время каждого проливного дождя. Как нам сообщили в городской администрации, сегодня на место выехала тяжелая техника для очистки ливневки. А в этом году даже пообещали сделать ремонт.